МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная успешная операция сотрудников Тверской полиции по пресечению незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Управления наркоконтроля регионального управления МВД России при силовой поддержке Росгвардии в Ромешковском муниципальном округе пресечена незаконная деятельность по производству и сбыту синтетического наркотика. Нарколабораторию 42-летний уроженец города Волгограда оборудовал на территории домовладения в деревне Волково Ромешковского муниципального округа. Изготовленный мефедрон мужчина планировал распространять особо крупными партиями через тайники с закладками на территории Верхневолжья. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 11 килограммов мефедрона и более 1700 литров прекурсоров и химических реактивов, используемых для производства синтетического наркотика. Также изъяты канистры, колбы, полимерные емкости, бутылки, электронные весы, респираторы и спецодежда. Следователям следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Московским международным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на фельдшера бригады скорой помощи. По версии следствия, 24 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома по улице Левитана города Твери, при оказании ему медицинской помощи фельдшером бригады скорой медицинской помощи через хулиганских побуждений нанес фельдшеру удар рукой в область лица. Следователем Следственного комитета проводятся следственные процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok